В Ханты-Мансийске стартовал открытый региональный турнир по фехтованию «Югорский Батман». В соревнованиях участвуют 68 юных фехтовальщиков из Сургута, Ханты-Мансийска, Оренбургской, Свердловской и Тюменской областей. Дарья Минаева пообщалась со спортсменами. Фехтовальные состязания сегодня на рапирах. У колод соперника главная цель. Но поражать клинком в этой дисциплине можно лишь шею и туловище. Выбор оружия сказывается на результате поединка, поэтому некоторые фехтовальщики носят с собой сразу два клинка. Я проиграла ученица, и я думаю, что ей не хватило этого более жесткого клинка. Потому что есть марагеновский клинок, он более жесткий и феешный, допускается на международной арене, на российской, где есть маркировка. Есть детские клинки, которые очень быстро деформируются и происходят неточность укола. Полина Коголь занимается фехтованием уже два года. Перед соревнованиями спортсменка всегда проверяет оружие. Говорит, за рапирой нужен особый уход. Главное хранить ее в сухом месте. Смотрят, работает ли оно, когда подключено к аппарату или нет. Наконечник проверяют, чистят. Смотрят состояние оружия. Если клинок мягкий, то вероятность больше, что он сломается, и этим оружием не желательно фехтовать. Чтобы надеть многослойную спортивную форму, фехтовальщику требуется как минимум пять минут. Зато костюм не исковывает движений, поскольку ткань у него легкая и прочная. Начинающим атлетам неудобства вызывает только защитная маска. И то со временем фехтовальщики быстро к ней привыкают. Как-никак защита от ударов лицом. У маски для фехтования есть металлическая сетка и козырек, который защищает шею спортсмена. Но затылочная зона, как видите, открыта, поэтому в это место клинком попадать нельзя. Для некоторых юных фехтовальщиков этот турнир – первые масштабные соревнования. По результатам поединков у кого-то из них появится шанс попасть в сборную команду округа. У спортсменов запланирован календарный план мероприятий. Для них это, естественно, рост, соревновательный опыт. В дальнейшем спортсмены Хантамансийского автономного округа «Игра» планируют поехать на всероссийские соревнования. Для них это как-то такой старт. Медалями и стеллами наградят победителей и призеров турнира. За победу борются почти 70 фехтовальщиков. Дарья Минаева, Александр Черник, Вестию Гория, Хантамансийск.